Христос воскресе, дорогие отцы, братья и сестры, матушки и детишки. Продолжаем изучать лестницу четвертой степени о блаженном и преснопамятном послушании. И здесь приводятся частные примеры проявления этого добродетеля послушания в одной из обителей, в которой гостил преподобный Иоанн Лесичник. И вот он чему-то сам поучался, ну и много таких для нас поучительных примеров там увидел. Итак, одна из глав называется «Об Аввакире». Послушаем еще о подвязавшемся премудрости Божией, обретающейся... Послушаем еще и подвивимся премудрости Божией, обретающейся в скудельных сосудах. То есть говорит, давайте еще послушаем о некоторых случаях, где Божья премудрость проявлялась в человеческих душах, в скудельных сосудах. «Находясь в той же обители, я удивлялся в вере и терпению некоторых новоначальных и тому, как они с неутомимой твердостью переносили от настоятеля выговоры и укоризны, а иногда и от гнания. И терпели это не только от настоятеля, но и от других меньших». Вы знаете, иногда людей соблазняют, которые приезжают в монастыри, они считают, что там все ангелы, и какое-то время бывают в этом монастыре, гостят, паломничают, ну и потом замечают, что оказывается кто-то провинился, кто-то поздорил, кто-то провел нетерпение и видят также строгие выговоры, которые делает настоятель своим насельникам, братьям, монахам и послушникам. И некоторые соблазняются. Но на самом деле, конечно, и в монастыри люди приходят, чтобы избавляться от грехов, страстей, пороков, и это все является необходимыми лекарствами. Вы, наверное, много раз слышали, что человек, который обратился к православию, потом какое-то время походил и говорит, «Я ожидал здесь в церкви увидеть любовь, но любви не нашел, только непорядки». Конечно, что с нашей стороны зависит, мы должны исключать всякие непорядки, но надо объяснять человеку, что все люди грешные, но те, которые в храмах, они хотя бы признают это и хотят исправляться. Это уже хорошо. Для душевного назидания спросил я одного из братьев, уже 15 лет жившего в той обители по имени Авакир, которого я, как видел, почти все обижали, а служители едва не каждый день выгоняли из трапезы. Потому что сей брат от природы был несколько невоздержан на язык. «Брат Авакир», — сказал я ему, — «за что тебя всякий день выгоняют из трапезы, и я часто вижу, что ты идешь спать без ужина?» Он отвечал, — «Поверь мне, отче, сии отцы мои искушают меня, точно ли я монах?» И как они делают сия не вправду, то и я, зная намерение их и великого отца, терплю все без отягощения. «И вот уже 15 лет живу, имея сию мысль, как и сами они в преступлении моем в обитель говорили, что до 30 лет искушают отрицающиеся от мира. И справедливо, отче Иоанн, ибо неискушенное золото не бывает чисто». Вот еще один пример, который выявил для нас Иоанн Лесвичник правильного умудрования. То есть, вот что значит «выгоняют из трапезы»? Возможно, это выглядело, знаете, очень строго, как будто бы раздраженные служители выгоняют. Ну, представьте, сидят монахи, они к этому подходят, «все, выходи», ну, делают несколько замечаний, кто говорит «все, выходи, после всех будешь кушать», или вообще сегодня без трапезы останешься, и выгоняют его. Но мудрствует этот человек, что они не со зла, не по страсти какой-то своей это делают, а искушают. То есть, что значит искушать? Чтобы принести пользу. И вот такое умудрование помогало ему без смущения переносить такие искушения. Вспомним опять про одного монаха Ава Дорофея говорил, что «тебя же все обижают, как ты терпишь?» То есть, подобная ситуация была. Тот говорит «мне ли гневаться на этих псов?» А здесь он называет тех, кто выгоняет, отцами своими, а наместник, настоятель, называет великим отцом. И говорит, что делают они это для того, чтобы мне принести пользу. «Сей доблестный Абакир, прибыв в том монастыре по моему пришествию туда два года, отошел ко Господу. И когда был при смерти, сказал отцам, «Благодарю, благодарю Господа и вас за то, что вы меня на спасение мое искушали, и я 70 лет был свободен от искушений бесовских». Ну, надо сказать, что, когда служителей выгоняли, возможно, кто-то из них поступил и по страсти раздражился, сильно разгневался, выгнал. Ну, потом в этом он исповедовался, конечно, покаялся в своем раздражении. Но Абакир не разбирал, человек специальный или по страсти. Он считал, что это Богом попущено, мне это полезно, отцы все хорошие, один я виноват в этом. Вот такое правильное мудрование. Правосудный пастырь повелел положить его, как исповедника, по справедливости со святыми, почивающие в том месте. То есть 15 лет он пробыл, небольшой срок для той обители. Многие по 50, по 60 лет там жили, достигали святости. И так как Абакир со смирением все принимал, то настоятель благостоил положить его с теми, которые пробыли в подвиге многие десятилетия. И Иоанн Лесич не говорит, что это справедливо, это правда. И еще раз скажу, когда нас в чем-то наказывают на части, то надо понимать, Господь попускает это для того, чтобы не насылать на нас болезнь. То есть мы бывает согрешаем, бывает даже не в том, за что нас наказали, а какие-то другие грехи, о которых никто не знает. И Господь попускает, что люди нам высказывают при всех. Бывает несправедливо укоризм делать, но очень важно их все принимать. Очень важно смиряться, очень важно укорять себя, пусть не в этом грехе, но в тех, которые мы знаем. И тогда уже нет необходимости нам болезни посылать или другие скорби от бесов. Видите, как Он говорит, «Вы меня искушали, и я теперь не был искушаем от бесов страшными всякими искушениями, унынием или нападениями явными бесовскими». Он этого избежал, потому что отцы досаждали ему, он терпел все. То есть, знаете, а смысл всех наших искушений, которые с нами случаются, чтобы душа смирилась. Как говорит Симеон, вернее, Силан Афонский, вся наша жизнь – это борьба за смирение. Какими методами это достигается? Сначала Господь приглашает потрудиться в послушании. Это самое лучшее. Когда мы, имея послушание о церкви, трудимся в этом очень усердно. Но священнослужители в силу церковной организации и иерархии знают свои обязанности пастырские, трудятся. Миряне наши сотрудники, не только в силу того, что они трудоустроены и обязаны работать, а вот именно уже за послушание тоже. И те, кто у нас окормляется, тоже за послушание исполняет все свои послушания. И таким образом уже нет необходимости послать им скорби и болезнь. А когда человек уже ленится, трудится, не хочет, правильно мудрование имеет, так вот смиряться, тогда посылается уже сначала скорби, а потом болезнь. А бывает так. Люди, я помню, в монастыре у нас один брат сильно раздражался из-за того, что наместник наказал его за то, что он не делал. Ну, к примеру, я точно не помню, за что, ну, к примеру, разбил вазу. Такой классический пример. И он говорит, я же ее не разбивал, почему меня так наказали, столько поклону дали, я же не разбивал ее. Я говорю, а тебе легче было, если бы ты ее разбил, и тебя наказали? Он говорит, ну, тогда да, тогда легче, я бы не ротал уже. Я говорю, но мне было бы тяжелее, что все-таки урон нанес в монастырь, вазу разбил. А так ты и урон не нанес, и показания понес. Это легче терпеть. На самом деле, если правильное мудрование иметь, то это, конечно, легче. Дальше. Об архидиаконе Македонии. Интересно образно выражается, Иоанн Лесичи пишет так. Обижу я всех ревнителей добра, если погребу во гробе молчания добродетель и подвиг Македония, первого из тамошних диаконов. Сей уседая работавший Господу муж, однажды, когда приближался праздник Святого Богоявления, за два дня до него и спросил у пастыря позволения сходить по Александрию по некоторой своей надобности, обещая скоро возвратиться из города по случаю наступающего праздника и приготовления к нему. Но дьявол, ненавидящий добрый, воспрепятствовал всему архидиакону, и он, отпущенный, не поспел в обитель к святому празднику в назначенный срок, а пришел на другой день. Пастырь отлучил его за это от священнослужения и низводит в чин последних между новоначальными. Но сей добрый диакон терпения, мы помним, диакон как переводится? Служитель, да? Как бы делатель по-другому можно сказать в этом контексте. Но сей добрый служитель терпения и архидиакон твердость так беспречально принял сие определение отца своего, как бы не он, но кто-нибудь другой подвергся запрещению. Когда же он сорок дней провел в всем состоянии, премудрый пастырь опять возвел его на степень диаконства. Но по прошествии одного дня Македоний умолял Аву оставить его в запрещении в прежнем, без чести, говоря, что он сделал в городе непростительный грех. Ну, то есть, на себя немножко наговаривал. Преподобный знал, что архидиакон говорит неправду и ищет сего только ради смирения, но уступил доброму желанию сего подвижника. Удивительное было тогда зрелище. Старец, почти на седине, пребывал в чине новоначальной и усердно просил всех, чтобы о нем помолились. Ибо я, говорил он, впал в глуд прислушания. Мне же смиренному всей великой Македонии сказал за тайну, почему он добровольно прибегнул к пребыванию в таком уничижении. Никогда, говорил он, не чувствовал я в себе такого облегчения от всякой внутренней брани и такой сладости Божественного Света, как теперь. Ангелам свойственно не падать и даже, как некоторые говорят, совсем невозможно пасть. Людям же свойственно падать и скоро восставать от падения, сколько бы раз это ни случилось. И только бесам свойственно падше никогда не восставать. Вот посмотрите, то есть, получается, он был в чести один из высших диаконов и служил Богу со смирением. Но потом, когда он претерпел наказание такое, опять в чине новоначальных, еще больше пришлось смиряться, и он смиренно, смиренно-мудрием, самоукорение, воспринял такое наказание и получил большую благодать. Поэтому, когда его вернули на архидиагност, он упрашивал игумена, говорит, оставьте меня в том чине, в чине кающихся, в чине новоначальных. Еще, пока я вспомнил, хотел такую мысль сказать. Когда нас оговаривает, ну, допустим, начальник выговаривает за то, что мы не сделали. Мы явно исследуем свои совести, видим, что это не мы разбивали вазу, но нас за нее наказали. Надо и здесь иметь правильную мысль. Представляете, при всех нас укорили в том, что мы не сделали. Нам нужно о чем думать? Слава Богу, что нас не укорили при всех в том, что мы на самом деле виновны. Не объявили наши вообще какие-то грехи, которые никто не знал. Мы назвали другой грех, которому мы невиновны, и надо за это благодарить, надо смиряться. Мы помним, как, если вам сказали, зачем, вернее, наказали, что вы разбили вазу, а вы ее не разбивали. Надо смиряться. Просите, помолитесь за меня, принять наказание. А если спросят конкретно, это ты разбил вазу? Нужно правду сказать, что нет, не я, но опять, простите, благословите, помолитесь обо мне. Все понимают. Бывает так, вот были случаи такие, когда настоятель, наместник, игумен в чем-то укоряет брата, в чем тот не виновен, а тот поднимает голос и в ответ, это не я, вы ничего не видели, не знали, зачем вы так обвиняете, и с наглостью вот так вот противоречь начинает. Тогда игумен говорит, брат, даже если я ошибся, если это не ты сделал, все равно это не дает тебе права поступать по-хамски и нагло. Почему так? Потому что в Евангелии не говорится, что соблюдайте заповеди, ну, скажем, почитать отца и мать, соответственно, игумены, начальство, не говорится, если они к тебе хорошо относятся. То есть заповеди евангельские, вообще ветхозаветные, библейские заповеди, они безусловны. Говорится даже, если явно враги, все равно надо всех любить. Потому что мир, мирское мышление, оно всегда ставит условия. Да, я бы тебе ответил ласково, если бы ты со мной не был груб. Да, я бы тебе дал взаймы, если бы ты вернул прошлый долг. И так дальше много очень условий. А вы знаете, когда будем за гробом, мы там увидим, действительно, то, что мы согрешили, нельзя ничем оправдать. Никаким плохим отношением к нам. Мы там не сможем оправдаться. Что мы сделали пакость из-за того, что тот человек нам сделал пакость. Судятся только наши дела. Продолжаем. Эконом оной обители открыл мне о себе следующее. Когда я был еще молод и ходил за скотом, я пал однажды весьма тяжким душевным падением. Но, как я привык никогда не таить змея в недре сердца, то есть, его змея, схватив за хвост, почем, разумея, конец или оставление дела, показал врачу, он же, с веселым лицом, то есть, духовнику или настоятелю, показал. Он же, с веселым лицом, тихо ударив меня по щеке, сказал, пойди, чадо, продолжай, как прежде, службу твою и отнюдь ничего не бойся. Приняв сие с горячей верой, я по прошествии немногих дней удостоверился в моем исцелении и, радуясь, а вместе трепеща, трепеща, продолжал путь свой. Что значит радуясь? Ну, радовался, что увидел, что исцелился. А почему трепеща? Потому что уже был опыт падения, и он уже понимал, что надо аккуратнее и не надо на себя надеяться и ни в коем случае не приноситься над другими, но как бы держаться за милость Божию. Это дает опыт. Во всяком роде сотворенный существ, как говорят некоторые, есть многие различия. Так и в том соборе братья были различия преуспеяния и произволения. Посему он и врач, когда примечал, что некоторые из братьев любили высказывать себя во время пришествия мирских людей в обитель, то в присутствии тех же мирских осыпал их крайними досадами и отсылал бесчестнейшие службы, так что после они сами поспешно убегали, как только видели мирян приходящих в обитель. Удивительное тогда представлялось зрелище, тщеславие гнало само себя и скрывалось от людей. Но тоже в современных монастырях это наблюдается, бывают, приезжают паломники и некоторые из братьев считающих самочина, что они уже достойно наставляют других, начинают книжки давать на прочтение, даже что-то помечают в книжках, на что обратить внимание, четки начинают дарить иконочки, наставления давать. Ну, я таким говорил, говорю, еще раз увижу здесь при паломниках, то не обижайся, прям при них пойдешь на какие-то послушания такие, навоз чистить или еще что-нибудь. Ну, действительно, такие люди прятали всегда. Приезжают паломники, я смотрю, этих уже нет у братьев, они уже по келям забили, чтобы не получить при паломниках. Бывает такое. О преподобном минии. Господь, не хотя лишить меня молитвы одного преподобного отца в той же обители, за неделю до моего удаления из того святого места, взял его к себе. Это был чудный муж по имени Мина, второй правитель после настоятеля, 59 лет пребывавший в том общежитии и прошедший все послушания. третий день по кончине его, когда мы совершали обычное молитвословие о упокоении сего преподобного, внезапно наполнилось благоуханием все то место, где лежал преподобный. Тогда великий отец, то есть игумен, повелел нам открыть раку, в которой положено было честное его тело. Мы исполнили повеление и увидели все, что из честных стоп его, как два источника, истекает благовонная мира. Тогда учитель он и сказал ко всем, видите ли, вот болезнь ног и пот и трудов его принесли Богу мира и справедливо. То есть болезнь ног и пот и трудов принесли Богу мира. Отцы же того места, кроме многих других добродетелей, всего преподобного Амины рассказывали и следующее. Однажды настоятель захотел искусить благодаронный Егор терпением. И когда он пришел в игуменскую келью и положил вечерний поклон перед игуменом, по обыкновению просил дать предание, ну то есть какое-то небольшое поучение, то игумен вырастал Его лежать таким образом на земле даже до времени утреннего правила. Представляете, всю ночь, неизвестно, сколько правил начиналось, наверное, очень рано, но тем не менее, несколько часов он в таком состоянии, в состоянии земного поклона пребывал. И тогда уже благословив Его, а вместе, представляете, и укорив, как человека, любящего высказываться и нетерпеливого, восставив Его. Преподобный знал, что он перенесет сие мужественно, и потому сделал это в назидание всем. Ученик же преподобный Гаймины, утверждая истину сего пребывания на происшествии, сказывал, я прилежно допытался у него, не напал ни на него сон, когда он был оставлен игуменом в таком положении. Преподобный отец открыл мне, что, лежа на земле, он прочитал наизусть всю псалтирь. Не примену украсить венец сего моего слова и настоящим смарагдом. Однажды завел я с некоторыми из мужественнейших старцев той обители разговор о безмолвии. Они же с веселым видом, радушно и ласково отвечали мне, мы, отче Иоаня, будучи вещественной, проходим и житие вещественное, рассудив наперед, что нам должно вступать в брань соразмерную нашу немощь и признав за лучшее бороться с человеками, которые иногда бывают свирепы, а иногда икаются, нежели с бесами, которые всегда неистовы и всегда вооружаются на нас. То есть сам Иоанн Лесничий, как мы помним, он пробыл в безмолвии сорок лет, девятнадцать лет в послушании у старца, потом сорок лет в безмолвии, и он пришел в это общежитие и начали с ними, начинал с ним беседовать о безмолвии. Они говорят, ну это для высоких людей, а мы так вот в послушании трудимся, исполняем разные послушания, стараемся жить по Евангелию, но не дерзаем идти на безмолвие, потому что в общежитии там бывает брань между братьями, это легче приносить, чем сразиться с бесами, которые воюют на безмолвии, безмолвников. Конечно, в этом, в этой их речи тоже присутствует смирение, то есть они очень невысоко о себе думают. Вы знаете, когда мы все изучаем, все, что проходили, интересно то, что все это встречается в современных монастырях, хотя вы, наверное, слышали о очень невысоком мнении о современных монастырях, что там ничего хорошего, на самом деле вот это все я видел в монастырях и монастырские будни такие, но каждый день он насыщенный происходит. Есть один монах такой, певец, и на голосе участвовал, и когда его репортеры спросили, зачем вы это сделали, он говорит, ну, свой голос проверить, вокальные данные, а во-вторых, разбавить скучные серые монастырские будни. Ну, вот я очень удивился такому высказыванию, потому что в монастыре скучно мне не было. Вот я пробыл 20 лет в монастыре, я не помню, что как-то было какой-то день скучно, все время как-то радостно жить было, никогда не скучали, и на какой-то передаче меня спрашивали, назовите, какие скорби в монастыре были, я тоже вспоминал за 20 лет, что-то особо скорбного вспомнить даже не мог. И очень приятно, когда рядом такие монахи, братья, отцы, которые, в общем-то, показывают все, что здесь написано, есть же книга, такая, не святые-святые в обычном монастыре, но на тот момент отец Тихон показывал, что да, эти люди не прославлены, но посмотрите, как они живут, как поступают. Но я видел даже более молодых, не старцев таких, а более молодых людей, лет по 30, по 40, которые тоже выказывают такие добродетели. И, конечно, хотя это все в быту, казалось бы, между делом происходит, как перед другом смиряются, как покрывают друг друга, если кто-то что-то сделал, когда берут его вину на себя. И, конечно, приятно, что, значит, монашство живо, а, значит, и церковь живет, и Дух Святой пребывает среди братьев. Хотелось бы, конечно, к священникам обратиться, к нашим, чтобы старались, так вот прихожан воспитывать. Может быть, кто-то из отроков или отроковец изберет монашеский путь. И для всего прихода это будет честь и, в общем-то, показатель духовной жизни на приходе. Ну, вы, наверное, сами знаете, есть такие приходы, которые говорят, вот, у нас тут был отрок, скажем, панамарил, сейчас вот он в монастыре, там, иродиакон или монах в таком-то монастыре, и все радуются за него, он за всех молится. Это честь и для родителей, когда кто-то из их детей пойдет в монашство, так и для прихода, я считаю. Но, надо, конечно, знать, в какие монастыре советоваться, но, еще раз повторюсь, что это высшая цель, наверное, чтобы человек, здесь, живя на земле, жил уже ангелоподобной жизнью. Вот, и также священников, если мы воспитаем на приходах на наших, очень хорошо будет но, если уже не сможем ни священника, ни монаха, тогда хотя бы там, профессор какой-нибудь или военачальник, герой, это уже ниже, чем такое духовное войсство, духовные военачальники. Поэтому надо Бога благодарить, что монашство сохранилось, оно действительно есть, бывает незаметно, и люди, которые подвязаются в монастырях, я помню, братья, они о себе очень невысокого мнения, хотя явно несут подвиги такие серьезные, там не посмотришь, действительно, но они о себе так говорят, ну, я вот такой немощный, ничего особо не делаю, вот, поедаю тут хлеб, и все, но, на самом деле, несут подвиги. Ну, на этом на сегодня все. Дорогие отцы, братья и сердце, спасти Господи за ваше внимание, терпение, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok